Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал. Завод у меня, зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить сказочную игру Яга. Ну что, яблочко мы добыли и теперь мы отправляемся к царю. Это дорога домой, всё верно. Я зайду в деревню. Так, ну вот мы в деревне у себя дома. Идём, значит, к царю. Яблочко у нас есть. Так, а где бабушка? А бабушки нету. Где она? Может она в доме там просто? Так, царь, ты сидишь тут на месте? Ну да. Так, разговаривай. Кузнец, ты где? Как ты посмел? Я приказал тебе уйти. Так, задание выполнено. Готов. Могу ли я получить свою награду? Новое задание. Угу. Так. Я сделал всё, что ты просил. Как? Где ты нашёл силушку богатырскую? Действительно ли она есть на белом свете? Её можно передать. Так, это невозможно. Я особенный золотое яблоко. Золотое яблоко. Кто в руки возьмёт, тот получит силушку богатырскую. Попробуй сам и увидишь. Докажи это. Дай мне это яблоко. Сию минуту. Так, отдать золотое яблоко подделку. Возьми это яблоко, царь. Ты почувствуешь его силушку. Так, он что-то подозревает. Яблоко-то не настоящее. Видишь? Это просто яблоко. Возможно, оно золотое, но оно не обладает никакой суперсилой. Подожди. Я что-то чувствую. Я обрёл силу. Я действительно ощущаю силу. Что-то пошло не так. Иван, ты прекрасно справился с заданием. Но у меня для тебя есть новое. Ты должен отправиться за тридевять земель. Найти сосуд с молодильной водой и принести его мне скорее. Так. Опять нам нужно ему помогать. То золотое яблочко мы ему принесли. Теперь ему нужна молодильная вода. Так, мне нужна награда за яблоко. Его не так-то легко было найти. Какая награда? Небольшое вознаграждение мне нужно. Думаю, 100 копеек справедливая награда. Получи 50. Этого достаточно. Отправляйся и не возвращайся без засуда с молодильной водой. Или не сносить тебе головы. Итак, у нас новое задание царя. Это найти молодильную воду. Да. Всё интереснее и интереснее. О! Вот она и бабушка стоит. Иван, мальчик мой. Этот проклятый царь. Ты сделал всё, что он просил, а он снова цылает моего мальчика, вместо того, чтобы искать жену. Ты снова пойдёшь к Бабе-Яге? Пойду. Но какие подарки нужно ей принести? Она не любит, когда ей приносит один и тот же подарок дважды. Помни, кто-то говорил мне? Да. Отнеси ей хвост белой коровы и мешок испорченного зерна. Так, а где можно найти хвост белой коровы? Ты думаешь, пастух просто так отдаст мне хвост своей коровы? За спрос денег не берут, Валя. Ты найдёшь его в загоне для коров. Он бывает там целый день. Так, испорчено золото. Его всегда выбрасывают, где его найдут целый мешок. Поговори с косарем, я слышал. Она кляла ведьма... Э, ведь так. В общем... Нам нужен коровник и косарь. Возьми ещё этот хлеб. После всех этих путешествий от тебя остались только кожа до кости. О, тебя искал горбовщик. Пойди поговори с ним. Будь осторожен, не заблудись на болотах. А как проголодаешься, промни про хлеб. Ты помни, Иван, присматривай себе жену. В общем, бабушка всё настаивает на жене. Так, а это чё такое? Иван, дорогой, горе настигло меня. Кто-то выкосил всю мою пшеницу от края до края. Это ужасное знамение, кузнец. Я сразу же убежала, как только увидела это. Только очень боюсь оставаться здесь. Так. Кто мог это сделать? Приходом этого грязного ведьмака в наших краях поселилась беда. Боюсь об заклад. Что это он виноват? Я уже собрала несколько мешков, но оно тебе бесполезно. А что, тебе нужно? Да, только один мешок. Этого будет достаточно. Давай договоримся. Ты найдёшь виновника, а я дам тебе три мешка испорченного зол... ээээ, испорченного зерна. Где сейчас этот ведьмак? Иван, это лишь одному богу известно. Возможно, он всё ещё в полях. Я слишком напуган, чтобы противостоять ему. Говорят, он могущественный колдун. Будь осторожен. Так, нам нужно на поля... Так. Нет, не ты искал. Теперь нам нужен Горобавщик. Он хотел с нами поговорить. Ииии... Пойдём к Косарю. А, ну это Косарь был, так, Горобавщик. Скажи, парнишка, ты заметил, что как-то здесь слишком тихо в последнее время стало? Там Пашка наших любимых болтливых пьянчуг, обитающих. Видели, как они разбрелись? В общем, уже несколько дней прошло. И это наводит на дурные мысли. В общем, там толпа пьяниц стояла. И они куда-то ушли. Так, помочь. Ну что же. Значит, я отправлюсь в лес. Не так быстро, парниша. Я бы готовился к худшему. Возьми это. Если их судьба уже окончательно решена, что же... Когда ты знаешь... Когда ты знаешь, что нужно делать. Так, что он мне дал? О, это лопата. Сделай кое-что, прежде чем ты вступай к священнику, форсиво благословить тебя. Бог в помощь тебе, парень. Так, ладно, сходим к священнику. Пускай он нас благословит. Пузнец. Не хочешь ли перед уходом получить благословение? Хочу. Так, есть три варианта. Давайте выберем бокс с нами. Восстановление удачи при убийстве нечисти. Благословение получили. Так. Мертвый корон. Мне нужен нос белой коровы. Пастуха есть белая корова. Я должен поговорить с ним. Так, пастух нужен. А где этот пастух? Мне кажется... Нет, здесь его не было. Здесь был косарь. Вот он. Так, это что? Это не выход. Ладно. Выход здесь только один. Через ворота. Так, ворон. Пасковать ничего. Нам не нужно выйти. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Так, в лесу пропали три пьяницы. Иван собирается найти их. Иван должен найти для тебя новые подарки. В деревне у пшеницы и пастуха. Есть то, что нужно Ивану. Урожай жнеца испорчен. Иван направляется в пашные земли, чтобы выяснить, в чем дело. Вот, давайте вот это. Сходим к ведьмаку. Посмотрим, что там за ведьмак такой. Кстати, у меня не спросили, когда это... Ух ты! А что он делает? О! Движение под землей требует выносливости. А, это я прятаться могу в нору. Круто. Так, 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 стреляет. Ой, попал. Так, ну, с врагами мы справились быстро. Так, это не пещерка, ладно. В общем, с этой лопатой мы можем под землю спрятаться и передвигаться так. Но у нас тратится выносливость и не восстанавливается. Это плохо. Так, ты умер? Да, всё. Так, здесь мы не пройдём. Здесь нам нужно взять правую руку, вот эту штуку нарядить. И теперь цепкой. Так, нет. Перемещаемся и забираем всё награбленное. Так, здесь тоже монетки были. Вот они, три штучки. Так, тут ещё разбойники. Ой. Так, я их быстро. Ну, со всеми справился. Это было несложно. Так, и сундучок появился. Это награда наша. И что это? Это обрезанные крылья и бронзовая руда у нас появилась. Хорошо. С помощью них можно улучшить какое-нибудь оружие, либо правую руку. Так, старая и ухоженная печь. Давайте поищем. Печи лежит хлебушек. И руда. Серебряная руда. Хорошо. Так, ещё сундучок. Тоже забираем всё, что есть. Заострённое ухо лежит ещё какое-то. Так, ещё сундук спрятан. Так, я не понял, а почему это не разбивается? Не, это какие-то непростые заросли. К ним просто так не зайдёшь. Так, а если я... Если я возьму лопату, сделаю вот так и пройду. Нет. Ну, ладненько. Вернём обратно. Лопату я... Лопату я думал просто под колючками. Ого, сколько тут врагов. Так, аккуратненько. Убиваем всех. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как мне? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, надо... Нам нужно хлебушек съесть. Ага. Так, ещё пустили копья. Ещё копья. Ну, всё, справился, почти чуть не убили Вовремя я хлебушек съел Так, где же ведьмак? Так, ещё одна печка, тоже ухоженная Давайте поищем, может тоже хлеб есть Так, поискать В печи ничего нет Ладно, идём тогда дальше Ого Много врагов И все кидаются Так, тихо-тихо Так, а если мы Сделаем вот так вот Так, и они разбегаются, да, по идее? Нет, они на месте стоят Ой-ё-ё-ё-ё, хлебушек надо скушать Успел Там прячься Так, всё, я спрятался Да что ж такое-то Так, ещё минус И я денежку не хочу терять Молот вот-вот сломается Так, это плохо Так, всё Всех победили, собираем всё золото Блин, было тяжело Их слишком много На нас напало Но мы справились Так, а у нас хлебушка ещё много Это можно как-то починить? Нет, починить это нельзя Ну да ладно Так, хлебушка ещё есть Сразу его поедаем И идём дальше Ооо Ого Так, всё, мол, сломался Так, значит Берём другой Так, копья полетели Так, давайте в ближний бой Справились Не успел выстрелить он Мы убили его раньше Так, и это печка Печка чисто ухожена Так, поищем Ничего в печи нет Давайте на горящий вулкан переместимся Поэтому, кажется, это где-то рядом И мы Так, мы на месте Да вот, пойдём сейчас сюда наверх сходим Где можно было, наверное, не перемещаться Пешком дошли вы быстро Кстати, а это что за сено такое? Нет, оно не разбивается Ладно Ооо, опять Пчёлки Так, ну, вроде победили легко Так, копья-копья летят Раз, два, три Тихо Тихо Так, справились И хлебушек мы съедаем Потому что чуть-чуть совсем жизни осталось Так, ещё копья Так, ну всё Справились Всех убили А нет, не всех Музыка ещё не прекратилась Значит, ещё кто-то есть Вот он, маленький, бегает Всё, теперь убили Забираем части тела все А это норка И, значит, в норке будет добыча и руна Так, золото, все монеточки забираем Эти листы клевер ещё есть у нас Так, руна дашбога Ладно, потом посмотрим, что это за руна такая интересная А пока Мы идём дальше Так, нет, не эта кнопка Вот так вот Опа, ещё одна кучка Ещё одна часть тела была Чуть не пропустил Так, это печка И мы идём дальше Вот, а тут пастух Правильно Туда направляешься, добрый человек Я спешу Надеюсь, это недалеко У меня нет времени Я не от нему у тебя много времени Я хочу продать эту корову От неё уже давно никакого толку Нет Так, не приносит прибыли Подразнить Не любишь молоко Что случилось Что не так И молоко Сдаёт и телят приносит Но она совсем не пьёт воду Что же тогда она пьёт? Алкоголь Выпила весь мой алкоголь Она пьёт только водку Когда она была ещё маленькая Это казалось забавным Но я больше не могу Это терпеть Я уже пью Я уже не пью Года два В общем, корова Вместо него водку пьёт Так Это вредно для скотины Я попытаюсь заставить её пить воду Попробуй, незнакомец Но на свой страх и риск Какой риск? В общем, бутылку он ей не дал И она превратилась в волка В медведя И чуть не убила его Ещё О, оба-на Так, мне кажется Это какой-то демон Просто в корове Злой дух Части тела получили Я пытался тебя предупредить Теперь ты должен заплатить за корову Заплатить? Заплатить? Твоя пьяная корова чуть меня не убила Это ты должен мне платить Хоть ты проклят, незнакомец Об этом узнает сам царь Интересно В общем, я убил Корову-пастуха Которая пила водку А он ещё говорит Что я виноват О, а это что за старик? Приветствую тебя, кузнец Я ведьмак Ага, попался Подожди Это не совсем то, что ты подумал Так, думали Что это ты Это ты Выкосил всю пшеницу Сражаясь от трус Да неужели Это серп? Угу А вот он На земле Лежит какой-то серп Ты серьёзно? А как насчёт этого серпа? Я нашёл его здесь на земле Должно быть Его обронил тот Кто пользовался им Я случайно услышал плач бедной женщины Решил помочь ей в поисках злодея По пути я наткнулся на кучку кикимор Интересно Теперь понятно, почему я нашёл Не нашёл следов Быстрее Пойдём по этому сенному следу Так, а... Это есть 70 лет Вот он ещё один Так, и куда эти следы ведут? А вот, вот, вот сюда Так, монетки я теряю А чем прорубить-то путь? Ой-ой-ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо Монетки не теряйтесь Может, серпом? Это полна тернистых вьющихся растений Почему бы не воспользоваться серпом? Удачи Так, и что же сейчас у меня получится? Получился серп Вот как Хорошо, отлично И, кстати, у меня там было место Где лежал сундучок И я не мог пройти Так, копья летят Копья летят Ой-ой-ой Как-то вы быстро слишком бьёте Так, ну, со всеми справился Мне бы, кстати Хлебушка побольше Так, а это у нас чеснок Чесночная Перчатка В смысле Чесночная перчатка Так, и всё Здесь никого нету И Так А где проход? Нет, здесь прорубить никого Ничего нельзя Ладно Это, скорее всего, какой-то элемент обучения был А мне нужно дальше Вот по стрелочке Получается Ну Отлично Пойдём Значит, в другую локацию Так, монеточки нужно подбирать Судьба Ивана зависит от его выбора Ему научился Иван Плюс один разум Орудие из золотой рубды более прочное Вот это вот хорошо Пить это весело Выносливость восстанавливается Когда наносит удары противникам Угу Оружие из золота А золотой рубды более прочное Давайте вот это и выберем Так, посмотрим, что у нас там по заданиям С помощью ведьмака мне удалось найти настоящих преступников Это банда Кикимор Я должен рассказать бедной женщине, что случилось Значит, мы идём в деревню и рассказываем женщине, что случилось